приветствую на своем канале на и на онлайн трансляциях сегодня трансляция посвящена строительной механике как я уже говорил я разделил строительную механику и сопротивление материалов размест по дням в четверг 20 00 это у нас будет проходить занятия по сопротивлению материалов а по строительной механике соответственно во вторник 20 единственное что заранее прошу прощения на буду в этот четверг сопромат пропущу то есть в этот четверг в основном занятия но потом все по расписанию дальше сегодня появился вопрос о том как строить от егора о том как строить линии влияния для многопролетных то есть тогда когда мы построили линии влияния у нас на канале видео для реакции опор р а rb мы получили ясное дело на своей опоре единичка на чужой 0 и соединили прямой линии это линия влияния р а соответственно линия влияния rb строится аналогично на своей опоре единичка на чужой 0 и соединяем прямой ли прямой линии это важно важное слово в данном контексте понятное дело что когда у нас появляются консоли мы что должны сделать мы должны эти линии влияния продлить под линейку соответственно раз мы сказали что это прям или от начала до конца балки мы должны продлить эту линию ли раз и два подставляя линейку продлеваем от начала до конца через две точки которые мы с ранее сказали на своей опоре единичка на чужой 0 поставили линейку линейку от начала до конца балки провели линию ли то же самое мы сделали с реакцией рб или не влияние для нее то есть здесь у нас линия влияния здесь у нас линия влияния ра и соответственно здесь единичка здесь 0 и линия прямая по линейку проводится конечно же если посмотреть другое видео где говорится о пропорциях то можно найти вот это соотношение зная вот эту и длину пролета балки ну понятное дело что и вот эти размеры то есть все строится из геометрических характеристик треугольники есть танец угла наклона есть задали пропорцию и получили результат это все понятно хорошо конечно же есть течение к и линия влияния ну например мк линия влияния мк выглядит так мы ее выводили в соответствующем видео и она выглядит вот так здесь у нас а умножить на b и разделить на или стоп так не совсем так если вот это будет c и d расстояние между слева и справа от сечения карты тогда будет c умножить на d и разделить на и вот такое соотношение и опять мы вот это значение поставили на опоре 0 на опоре 0 и прямой линий влево-вправо соединили конечно же это кусочки вот этот кусочек это минус линия влияния вернее вот этот кусочек вот линия влияния ра этот кусочек это линия влияние rb но единственное что умноженное на плечо соответствующее закрыли этот вопрос с этим все понятно да кстати ссылка на то чтобы скачать шаблон вот линии влияния для балок в пролете там есть и на опоре если сечение находится и на консоли и в пролете то есть все виды возможных расположений сечений есть под видео оставлю ссылочку на то чтобы скачать этот рисунок поехали дальше а что же будет если наша балка много пролет что это означает означает следующее когда балка имеет соединение с другой балкой в виде шарнира и вот здесь вот есть два вопроса первое ну понятно что нужно построить линии влияния в данном случае допустим вот для этого сечения этапе второе перед тем как строить нужно разобраться с этажами или этажными схемы потому что есть двойная зависимость между одним и вторым и очень важно с этим разбираться потому что но иначе может возникнуть путаница если не все до конца понимать и так что такое этажная схема мы должны взять нашу балку и разбить на балки которые одна из них может существовать сама по себе всегда так происходит что если это статически определенная задача то в ней есть нижний этаж или несколько нижних этажей а остальные балки опираются на этот нижний этаж ну практически как в здании происходит опирание одного этажа на другой почему важно с этажами разобраться потому что мы должны понимать что когда нагрузка перемещается она перемещается мы от нее от перемещаемой нагрузки строим линию влияния так вот когда нагрузка перемещаться по длине балки она идет и по нижнему этажу и поверх конечно когда сила находится на верхнем этаже сила находится на верхнем этаже она давит на верхний этаж верхний этаж опираясь на нижний какую-то часть нагрузки передает но когда сила спускается с верхнего этажа на нижний верхний этаж о наличии на нижнем этаже силы не знает это мы должны для себя понять и тогда уже строя линии влияния для этих этажей мы сможем понимать что происходит так вот определить где верхний этаж где нижний этаж легко для этого просто нужно сделать следующее действие вот так взять и выйти вытереть и когда мы увидим что одна из балок реально может существовать без поддержки другой нам становится понятно кто из них верхний кто из них них короче значит нижний этаж всегда балка которая может существовать самостоятельно она может существовать без других вот балка у которой есть три реакции она может существовать самостоятельно балка у которой есть три реакции может существовать всегда без других то есть это нижний этаж балки у которых есть реакции это всегда нижний этаж 1 соответственно второй этаж он опирается на первый на первый этаж и как это продемонстрировать рисуем теперь этажную схему после того как мы вот это сделали рисуем теперь этажную схему вот у нас нижний этаж а вторая балка опираясь через шарнир на нижний этаж выглядит вот так то есть идет с помощью шарнира связь вот этих двух точек ведь это же одна и та же точка соединена между собой там есть шарнир который позволяет угол поворота но . одна другой не отсоединяются эти точки соединены и вот это вот такой схемкой мы и изобразили линии влияния для опоры вот этой обычно не не строят строят линии влияния для опорных реакций раз два три вот сейчас их ездил ну вот поехали теперь рисовать линии влияния для опор раз два три 4 5 6 назовем эту опору а б шарнир c и d значит как мы делаем мы сначала строим для балки линию влияния например как всегда линия влияние а не обращая внимание пока на следующий этаж мы строим только вот до этого предела пока вот я себе обозначу еще одну линию проведу синенькую чтобы увидеть границу значит на своей опоре единичка на чужой опоре 0 и через эти две точки с помощью линейки провожу линию влияния ничего не поменялось абсолютно точно так же дальше следующая линия влияния линия влияния rb провожу до конца здесь на своей опоре единичка на чужой опоре 0 имеется ввиду а опора своя чужая в той балке которую мы рассматриваем того этажа который значит через эти две точки я провел линию и получил здесь единичка здесь 0 и вот я получил окончательно вот граница ну и соответственно мы говорили что линия влияния должна построена для реакции р.д. линия влияния реакции на своей опоре единичка на чужой нолик и соединяем через всю балку от нуля до конца балки мы соединили наши две точки прямой линии а теперь вот то что чаще всего непонятно то есть что делать дальше с этими ли берем линейку и просто делаем по тому же самому правил из той точки в которую мы вышли на границу через ноль чужой опоры следующие значит опоры проводим прямую линию до конца этой балки то же самое с этой линии влияния rb из той точки из которой в мы пришли на границу через ноль следующий опоры проводим с помощью линейки прямую линию все линии влияния rb закончен а теперь то что касалось как я говорил раньше этажной схемы вот при чем тут этажи были да вот это нижняя балка опора и вернее сила которая перемещается идет по нашей балке и когда она вот идет 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 она в конце концов приходит на верхнюю и вот здесь мы видим влияние вот этой силы на реакцию ра это вот эта линия дальше вот эта сила на реакцию rb вот это ли а теперь пойдем с противоположной стороны вот сила перемещается вот так и она влияет на реакцию rd до тех пор пока не спустится сила на нижний этаж как только сила перешла на нижний этаж верхний этаж то есть реакция рд ничего не ощущает поэтому дальше мы не сможем построить и линию влияния на самом деле вот это правило которое горит из той точки в которую мы пришли через ноль следующие опоры мы должны провести линию она совпадает с нашей линией оси дальше из той точки которые пришли через ноль следующие опоры должны до конца балки провести соответственно то же самое совпадает с оси на этом в принципе можно дальше наверно не продолжать но я все-таки нарисую например вот сечение к и тут соответственно да тут а а б с д д д е и и п вот здесь я должен построить м к линия влияния м к как и раньше мы вот здесь откладываем значение б умножить на c разделить на b плюс c затем проводим через эти точки прямые линии до границы балки и как мы уже запомнили правило через ноль чужой опоры заканчиваем линию и это правило действует на бесконечное количество опор их может быть дальше много но правило одно пришли на границу нашли следующую опору и до конца балки по линеечку проявили и так далее по всем опору надеюсь было понятно на сегодня историю по поводу этажных схем и линии влияния для много пролетных балок рассказал был рад с вами встретиться всего хорошего до свидания удачи